31 марта 1954 года в мировой политике случилось невероятное событие. СССР предпринял попытку вступить в НАТО. Официальная нота с прошением о членстве в Североатлантическом альянсе адресовывалась правительствам США, Великобритании и Франции. Особо подчеркивалось формирование военных блоков предшествовало как первой, так и второй мировым войнам. Одобрением прошения, по мнению Москвы, западные державы могли бы продемонстрировать свои мирные намерения, а вот отказом. Это был троллинг высшего уровня. Советская дипломатия во главе с Вячеславом Молотовым тогда разыгрывала хитрую комбинацию. В случае положительного решения Советский Союз получал возможность свести на нет агрессивные планы НАТО. При отказе Запада брать Москву в команду заявить о создании собственного военного альянса. Страны НАТО в ужасе. Ну как это получается? Самый явный враг и вдруг оказывается в числе твоих соратников по блоку? Ну и объяснили нет. Это не соответствует направленности советского государства. В нем отсутствуют демократические ценности, потому мы не можем его принять. Ну может быть там еще где-то в кулуарах сослались на то, что там были где-то какие-то территориальные трения вдоль границ. Запад предпочел видеть в СССР опасного врага, а не союзника. Холодная война набирала обороты. И блок НАТО становился ее важнейшим инструментом. Как создавался и развивался Североатлантический альянс? Какие цели преследовал на разных стадиях противостояния? И почему не распался, когда СССР исчез с карты мира? Первая попытка создать европейский военный блок была предпринята Западом вскоре после Фултонской речи Черчилля. Предтечей НАТО стал Брюссельский пакт 1948 года, согласно которому объединялись Великобритания, Франция, Люксембург, Бельгия и Нидерланды. Здесь надо обратить внимание на один очень интересный факт. Первоначально в брюссельской системе отсутствовал главный игрок – Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки стояли как бы за кулисами и смотрели на создание НАТО, которое изначально в рамках брюссельской системы было таким формированием европейским. Некоторое время были иллюзии относительно того, что каким-то образом послевоенной Западной Европе удастся сохранить свою самостоятельность, свою субъектность, свою роль в международных отношениях и относительно Москвы и относительно Вашингтона. Изначально блок создавался для упрочения культурно-экономических связей. Но действия СССР по установлению в странах Восточной Европы правительств народной демократии стали вызывать у Запада серьезные опасения. Замаячил призрак коммунистической экспансии. Цели поменялись. Эта экспансия могла в то время проходить не только в форме прямого военного захвата. Не нужно забывать, что в это время популярность, влияние коммунистических партий, которые придерживались жестко просоветской политики, просоветской линии в Западной Европе, особенно в таких странах, как Франция и Италия, было очень велика. Многие в Западной Европе опасались, что Советский Союз даже может и пальцем не пошевелить, а коммунисты там придут к власти. У нас будет прикрытие силовое, непонятно, как будет вести себя Советский Союз, непонятно, что будет на месте Германии, которая в то время была разделена на четыре оккупационные зоны. США не сразу ответили согласием. Оценивали перспективы сделки. Внутри страны развернулась борьба между изоляционистами и интернационалистами. Решался вопрос. Выгодно ли Америке в условиях послевоенного мира отсиживаться за большой лужей? Или стоит открыто ввязаться в драку? Экономика Европы разрушена войной. Армии в плачевном состоянии. Интернационализм мог обернуться большими расходами. Окупятся? В конце концов победили сторонники интернационализма. То есть то, что США должны отказаться от политики изоляции многовековой, традиционной. И желание США получить влияние в Западной Европе для того, чтобы укрепить свои позиции в глобальном процессе СССР. Для начала под предлогом восстановления экономик США лишили европейские страны экономического суверенитета. Соединенные Штаты очень тщательно устанавливали те условия, которые должны выполнить эти страны. Эти условия состояли прежде всего в том, что эти экономики западноевропейских стран должны быть полностью ориентированы на Соединенные Штаты. По сути, это был контроль над импортом и экспортом этих стран, над структурой экономики этих стран. И таким образом через план маршала Соединенные Штаты получали доступ к экономикам Западной Европы. Теперь предстояло лишить участников пакта суверенитета военного и настроить общественное мнение в пользу объединения с американцами. Для этого западные союзники устроили провокацию. 20 июня 1948 года в своих секторах Берлина ввели в оборот новую немецкую марку взамен старых денег, имевших хождение на территории всех оккупационных зон. Причем границы между Западным и Восточным Берлином не существовало. Очень легко понять, что все, кто не мог поменять по фиксированному курсу и фиксированным правилам свои марки, побежали в Восточный Берлин. Менять их там. И использовать их там, в Советской зоне. Это полностью подрывало экономику Восточной зоны Советской. И создавало угрозу хаоса. С полок сметали все. Через четыре дня советские войска полностью перекрыли автомобильный и железнодорожный транспорт на въезде и выезде. Без малейших усилий. Как по щелчку пальцев. По сути, это была блокада Западного Берлина. Если говорить о географии Западной Европы, то она здесь выглядит достаточно просто. Между германо-германской границей, будущей границей ГДР и ФРГ, да, и правым берегом реки Рейн, в самом узком месте, всего 72 километра. Для современных танковых и механизированных войск это максимум три дня ожесточенных боев, и они уже там. Если Советы форсируют Рейн, то тогда между уже левым берегом Рейна и побережьем Северного моря не будет никаких вообще естественных преград. Американская сторона в данном случае прибегла к мере организации воздушного моста с доставки продовольствия и товаров в западный сектор Берлина. Бессонно, конечно, сопроводив эту шумную информационную и антисоветскую направленность и пропаганду. В головы европейцев вкладывалась мысль – без помощи США они не в состоянии противостоять Советам. Совершенно неудивительно, что вот именно в ходе первого берлинского кризиса резко ускорились темпы переговоров по созданию военного союза между США и Западной Европой. Специально для этого был придуман никогда не существовавший ранее так называемый Североатлантический регион. Согласно уставу ООН военная организация разрешалась создавать только по региональному принципу. Как же привязать к Европе Америку? Сделать географическое открытие? Выдумать новый регион под названием Северная Атлантика? Идеологическое обоснование военного альянса Западной Европы и США против СССР принадлежало Джорджу Кэнону – в те годы советнику американского посольства в Советском Союзе. Русские генетически склонны к агрессии и, как следствие, к экспансии. На голубом глазу? Уверял Кэнон. Это в их характере. И это подтверждает история. А раз так, есть лишь один способ для сдерживания неуёмной страсти русских применять силу и множить территории – мощное военное давление. Кэнон был влиятельный в данном случае специалист, потом работавший в Госдепартаменте, и его положения в конечном счёте были приняты в качестве уже официальной политики США в отношении Советского Союза. В Соединённых Штатах Америки правящие круги этой страны наконец-то сделали свой выбор в пользу глобальной роли, глобального присутствия Соединённых Штатов Америки. Появилась организация Североатлантического договора. 4 апреля 1949 года в Вашингтоне Североатлантический договор был подписан. Изначально в НАТО вошли 12 стран. США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Это был просто такой договор о коллективной безопасности. Нападение на одну страну, участницу Вашингтонского договора означает нападение на все страны. Не было ни структуры, ни организации как таковой. Генеральный секретарь, например, первый НАТО, был назначен только в 1952 году. Потому что изначально планировалось, что будет такой вот чисто оборонительный союз без структуры. Уже на этапе зарождения Североатлантический альянс применял двойные стандарты. Декларировалось, что НАТО – союз демократических государств. При этом в Португалии у власти стоял военный диктатор. Диктатор Салазар, он каким-то чудом, можно сказать, увильнул от того, чтобы не втянуть свою страну во Вторую мировую войну. И только это его спасло. И он, фактически, несколько десятилетий находился у власти, тесно сотрудничая с другим, фактически, диктаторским режимом Испании, франкистским режимом. Но дело решили радикальные антикоммунистические взгляды Салазара. Американцы не зря говорили – да, это сукин сын, но это наш сукин сын. НАТО создавалось сроком на пять лет. США ставили для себя лазейку на случай, если военно-политический союз с Европой их не устроит. Тогда альянс можно и распустить. Правда, там существовало маленькое дополнение, что в случае, если страны, вошедшие в этот договор, не будут возражать, он автоматически пролонгируется. Вот, собственно, именно этим пунктом сейчас пользуются. Неизменными остались и главные условия членства в НАТО. Унификация вооружений, унификация системы оперативного управления войсками, унификация подходов в тактике и стратегии – все по принципу армии США. И при всей, казалось бы, демократичности процедуры, там, управления НАТО, эти все консенсусы, это все оказывается, по сути дела, фикцией. Поскольку с самого начала создания блока было понятно, что ведущей силой будут Соединенные Штаты Америки, которые смогли после Второй мировой войны сохранить высокий экономический и военный потенциал. Собственно говоря, Соединенные Штаты Америки открывали определенный зонтик над Западной Европой военной, брали на себя защиту этих стран и таким образом снимали с правительства, с экономикой этих стран бремя военное. Необходимость заботиться о вопросах обороны, необходимость тратиться на вопросы обороны. По уставу НАТО расходы на военные нужды его участники несли в складчину, но вкладывались все по-разному. Европейцы очень не хотели тратить столько денег на оборону, и они всячески манкируют этими обязанностями, потому что, в принципе, Европа делегировала значительную часть полномочий по обеспечению европейской безопасности в США и тем самым высловала экономические ресурсы для повышения уровня жизни граждан Европы, для собственного экономического развития. Жизнь под американским зонтиком безопасности. В общем-то говоря, для европейцев НАТО не такое уж и дорогое удовольствие. Война на корейском полуострове дала толчок для глобальной реорганизации НАТО. Казалось бы, она была в Азии, но война в Корее показала, что, возможно, не просто конфликт новый, а крупный конфликт. Она длилась три года, еще более ярко показала, что столкновение между СССР с одной стороны и его союзниками, тогда, например, в союзниках ОССР был Китай. Это реальность, которая может действительно произойти. До войны в Корее НАТО была абсолютно такой моржной организацией, не предусматривавшей даже и не предусматривающей до сих пор никаких автоматических гарантий безопасности. Это была организация для подавления левых. И это абсолютно четко прослеживается во всех документах, которые сопутствовали созданию НАТО, когда этот в них копался. И только военно-политическим союзом она стала в результате того, что Ким Ир Сен решил объединиться, а Сталин его поддержал. Поэтому я всегда шучу. Аппарат, который кормится очень вкусно вокруг этого союза, должен поставить перед штаб-квартирой НАТО два памятника отцам-основателям НАТО. Это, конечно, Ким Ир Сен и Сталин. Провозглашая НАТО исключительно оборонительным альянсом, его основатели и прежде всего США, мягко говоря, лукавили. Планы уничтожения СССР в атомной войне возникали с самого начала создания Североатлантического альянса. Это был не один план, и была целая череда дропшот и ряд других планов, которые в данном случае расширили возможность спектра воздействия по мере наращивания атомного потенциала Соединенных Штатов Америки. При президенте Эйзенхауэре появилась доктрина массированного возмездия. Она тоже предусматривала ядерный блицкрик – удар по территории Советского Союза и стран Восточного Блока в случае какой бы то ни было коммунистической агрессии. При этом в доктрине не разъяснялось, что там имеется в виду под коммунистической агрессией. Широкомасштабное вторжение советских войск на территорию Западной Германии или, к примеру, какие-нибудь там партизанские действия в джунглях Юго-Восточной Азии. В любом случае, так сказать, на Советский Союз должен был, у его союзников должен был обрушиться сокрушительный американский термоядерный удар. В 1952 году к Альянсу присоединились Греция и Турция. В 1955 – ФРГ. Для СССР это был знак. На идее мирного сосуществования двух миров, капиталистического и социалистического, окончательно поставлен крест. Ответом НАТО станет так называемая Организация Варшавского договора. Военно-политическая система, которая со стороны стран народной демократии противостояла НАТО. Так вот, когда была создана эта Организация Варшавского договора? Удивительно, она была создана только в 1955 году. То есть через шесть лет после того, как была образована НАТО. Отправной точкой жесткого противостояния НАТО и ОВД стал второй берлинский кризис 1961 года. Для руководства ГДР было большой проблемой не только то, что начиная с 1949 года иммиграция через Западный Берлин возрастала и достигла к 1961 году двух с половиной миллионов человек. В Восточный Берлин нескончаемым потоком просачивались агенты влияния Запада. 13-го и 14-го августа 1961 года была построена стена. Прошли советско-американские консультации тогда. Договорились, что все-таки автомобильное железное сообщение Западного Берлина будет действовать. При президенте Кеннеди доктрина массированного ядерного удара была заменена на доктрину гибкого реагирования. По мере того, как Советский Союз начал догонять в определенной степени достиг ядерного паритета, менялись и содержание стратегической концепции. С учетом той региональной обстановки или отношения с Советским Союзом, которая предусматривала избирательное возможное применение не только ядерного оружия, но и обычных сил. И вот это применение американского ядерного оружия было жестко увязано с какими-то ответными советскими действиями. Если Москва, так сказать, останется в рамках вот этого обмена ударами по стратегическим, так сказать, ядерным объектам, не переходя на удары по городским агломерациям, то тогда, так сказать, американцы обещали, что они тоже останутся вот в рамках вот этой контрсиловой стратегии. Это было результатом Карибского кризиса, когда мир был поставлен на грань глобальной ядерной катастрофы и впервые стало очевидным. Жертвами противостояния двух военных блоков в одночасье могут стать миллионы. Однако многие европейские страны, участники НАТО, тогда были против замены массированного возмездия гибким реагированием. Они полагали, что США устроят на территории Европы поле боя, а сами там потом еще как-то заключат сделку с Советским Союзом, и Европа в итоге будет разорена войной, и она ничем не защищена. И вот чтобы как-то этого избежать такой вот резкой конфронтации по линии Западной Европы США, а кризисный момент был в НАТО, наверное, уже получил название в литературе «Криз доверия». Появилась концепция так называемого безглавливающего удара по Советскому Союзу по центрам принятия решения, по органам военно-политического руководства, по командным центрам, где осуществлялись принятия решения на оперативно-стратегическом уровне. СССР тратил огромные средства, чтобы парировать угрозы со стороны НАТО. Началась гонка вооружений не только в сфере разработки ядерного оружия, но и систем ПВО. Советский Союз в лице своих лучших конструкторских бюро пытался добиться определенного превосходства. Противоположная сторона стремилась к точно такой же ситуации. Противостояние стран соцлагерей Североатлантического альянса всегда проходило на уровне разведок. В 1953 году, после смерти Сталина, благодаря органам советской военной контрразведки, в ГДР был сорван антикоммунистический путь, подготовленный спецслужбами Запада. 16 июня порядка 250 тысяч немцев не только в Восточном Берлине, в Магдебурге и в других крупных городах вышли на улицы. По сообщениям перебежчиков, американские, британские и французские моторизированные части начали движение к границам Восточной Германии с понятной целью. Одновременно британские спецслужбы подготовили провокацию с участием группы диверсантов. С совершением акта, который вызвал бы человеческие жертвы, и причем эти жертвы могли бы переписать Красная Армия. Рутем анализа, когда это все соединили, поняли, что эта диверсионная группа нацелена на то, чтобы захватить наш военный аэродром, несколько бомбардировщиков с нашими красными звездами, подняться над Восточным Берлином и начать бомбардировки. То есть подлить масло в огонь вот этих массовых беспорядков. НАТОвским диверсантам в советской форме удалось на нескольких грузовиках ворваться на аэродром. Но там их уже ждали. Группа контрразведчиков военных и десантников, которые выделил Гречко, это командующий был оккупационными войсками в Германии, они фактически блокировали эти самолеты, фактически на земле их расстреляли, уничтожили, и фактически эта провокация не получила развития. А вот представьте, если бы поднялись эти самолеты, произошла бомбардировка, естественно, это народ бы взорвало. Советским командованием было принято решение применить силу. На улице Берлина вышли танки, советские военнослужащие, и к 18 числу фактически вот это выступление было подавлено. Жертв я не скажу, не так много было, хотя в западной прессе назывались десятки, сотни тысяч. На самом деле это не так по документам. Порядка 16 подстрекателей были по приговорам военных трибуналов публично расстреляны. Арестовано было где-то порядка 8800. После фильтрации, то есть выяснения роли каждого из них, осталось порядка 3500 человек. Советский разведчик-нелегал Юрий Анатольевич Шевченко добывал натовские документы с самыми зловещими грифами секретности. Благодаря сведениям, полученным героем России, полковником Юрием Анатольевичем Шевченко, советское руководство не только принимало важные политические решения и отказывалось от опрометчивых шагов. Фактически с его подачи решались вопросы войны и мира. Недаром он любил повторять. Где началась стрельба, там кончилась разведка. Вы знаете, зачем я пришел в разведку? Почему мне надо было два года? Еще в школе я поставил себе цель в жизни. Я проживу свою жизнь напрасно, если я не получу хотя бы один подлинный документ с высшим грифом секретности НАТО, с грифом Космик. Вот чтобы этот документ был у меня в руках, и чтобы он лежал на столевом руководстве нелегальной разведки. То, как он пробрался на американскую военную базу Рихундес Дес Ардес в Испании, достойно суперкрутого шпионского боевика. Так получилось, что в Мадриде он завел знакомство с американскими военными, они оказались служащими этой базы. Он их сопровождал в ряде экскурсий по Испании, и рассказывал об архитектурных особенностях. Он, как архитектор, это все хорошо выучил во время учебы в архитектурном институте. И они в ответ на его любезность пригласили его на базу. Говорю, ребята, вы что, с ума сошли? Военный объект. Ведь вам же попадет. Вы везете иностранца на военный объект натовский. Говорю, ну и что? Мне надо с собой взять паспорт, писать заявление с просьбой разрешения проезда на вашу базу. Как мы туда поедем? Ерунда. Нас вот с Джоном пропускают по номерам автомобилей. Когда будем подъезжать к шлагбауму, шлагбаум поднимут, я тебя шинелью прикрою. А представляете, а вдруг я шпион? Говорю, где ты видал такие шпионы? Говорю, да я знаю, что таких шпионов не бывает. Шевченко не только побывал на секретной натовской базе. Спровоцировал новых американских друзей на откровенный разговор. Сказал, что ребята, так ваше пребывание тут скоро заканчивается. Все пишут о том, что вы покинете эти благостные края и вернетесь там на родину. Они его подняли на смех. У нас тут был командующим американскими войсками в Европе. И на секретном совещании сообщил, что мы не только тут остаемся, но и поставил очередные задачи. И вкратце, так сказать, они ему изложили, в общем-то, выступление этого главного командующего. Кстати, у нас шесть дней тому назад приезжал Александр Хейк. Это был главнокомандующий войсками НАТО в Европе. И проводил у нас здесь секретное совещание о будущем нашей базы. О, мужики, вот отсюда поподробнее. Вот сколько вопросов стояло на этом совещании? А да сколько? А, да шесть вопросов. Это, это, это. Давайте так. Что было по первому вопросу? Ну, это информация. Вот это секретнейшая информация. Какие условия аренды? На сколько лет? Стоимость этой аренды? Задействование этой базы в будущем. На каком направлении? Рассказывать я не буду. Она информация была. Исключительная. 4 февраля 1965 года на брифинге в Елисейском дворце президент Франции Шарль де Голь напомнил Соединенным Штатам их обязательства менять доллары на реальное золото по фиксированной цене 35 долларов за унцию. В марте в Нью-Йоркском порту бросило якорь французское судно. В трюме пачки долларовых купюр на сумму 750 миллионов. Вскоре подошло и второе судно с таким же грузом. Обратно корабли отправились увозя 825 тонн желтого металла. США упрекнули Францию – союзники так себя не ведут. В ответ французский президент объявил о желании выйти из Североатлантического альянса. Основной проблемой внутреннего строительства НАТО в первые два десятилетия существования блока была Франция. Особенно учитывая, что британцы и американцы приложили руку к гибели французского флота в период оккупации Германии, вот стратегия на ослабление Франции, которая была у Великобритании и Штатов, она совершенно не устраивала французское руководство. В 1956 году, когда разразился Суэцкий кризис, именно Франция выступила главным подстрекателем Великобритании и Израиля для вторжения в Египет. Чтобы свергнуть правительство Гамаля Абдаленасара и восстановить контроль над Суэцким каналом. И вот в этой ситуации Соединенные Штаты, которые не были вовлечены в Суэцкий кризис непосредственно, и ситуация была отыграна назад, в конце концов Египту удалось вернуть свою юридикцию над Суэцким каналом, а Франция и Великобритания должны были, говоря современным языком, просто умыться и успокоиться. Франция была вынуждена пойти на поводу решений, принятых не в Париже, а в Вашингтоне. Это стало поводом для развития дискуссии о суверенитете внутри французской политической элиты. Одним из людей, которые вообще будут сопротивляться подчинению Франции непосредственной воле Соединенных Штатов, станет генерал Деголь, герой сопротивления. Именно он возглавит борьбу французов за свой суверенитет. И в конечном счете, постепенно, к середине 60-х годов, Франция придет к осознанию необходимости, несмотря на все обременения, которые накладывает суверенитет на нацию, все-таки его отстраивают. Предварительно президент Деголь инициировал и провел в стране разработку ядерного оружия. В 1960 году в Алжире на полигоне Реган была испытана первая французская атомная бомба. Как только Франция стала ядерной державой, американцы попытались пристегнуть ее к внутренней союзнической схеме. Был заключен договор в НАСАУ между США и Великобританией. Его подписывали приэнд Кеннеди и премьер-министр Великобритании Гаральд Макмиллан о том, что они создают такие вот общие ядерные силы США и Великобритании. На британских подводных лодках будут размещены ракеты «Поларис» американские, по американской лицензии. И предложили Франции Деголю примкнуть к этим, сделать эти двойственные ядерные силы, тройственные. Деголь от предложения отказался и стал продвигать собственную ядерную доктрину. Франция приняла так называемую концепцию обороны по всем азимутам, которая была изложена тогдашним начальником французского генштаба, генералом Эре. Он сказал, что да, у нас нет явных врагов, мы будем строить оборону от всех вообще. У нас будут национальные ядерные силы, у нас будет собственная национальная армия, мы ни от кого не зависим. Весомым аргументом в пользу выхода Франции из НАТО стало поведение посла Франции в СССР Дежана. Дежан действовал в интересах Советского Союза. В Москве он попал в медовую ловушку. Пока жена пылкого француза была в отъезде, вознамерился пойти налево и был завербован советским разведчиком Олегом Грибановым. Ему подставили такую очень симпатичную блондинку. Ее роль сыграла на тот момент Соболевская известная артистка. И в самый неподходящий момент врывается муж, на самом деле тоже подставное лицо, устраивает скандал, бежит в милицию. Ну, этот Дежан возвращается домой, звонит своему знакомому, какому-то советнику из правительства, а им как раз и был Грибанов, и просит его помочь. Ну, тот ему помогает забрать заявление мужа из милиции и так далее, но за оказание определенных там услуг. А Дежан был личным другом де Голли. Последней каплей склонившей весы в пользу решения о выходе Франции из НАТО стал исторический визит Шарля де Голля в СССР в 1966 году. Тогда французский президент предложил советскому руководству начать политику разрядки, которая обеспечивала бы единство Европы от Атлантики до Урала, вне влияния США. В ходе этого визита случилась одна интересная деталь. Де Голлю предложили съездить на определенный полигон, и в присутствии французского президента были произведены пуски советских ядерных ракет. Таким образом, де Голлю было наглядно продемонстрировано, на что способен Советский Союз, какая мощь есть по другую сторону баррикады. Я думаю, это был очень серьезный аргумент, чтобы де Голль задумался и понял, что можно выбрать путь вне блоков. Миру мир. Советский лозунг, который в эпоху разрядки поддержал Запад, во многом подготовила позиция Франции. Другой страной, которая хлопала дверью НАТО, стала Греция. В 1974 году между странами-членами НАТО разразилась война. Хотя формально она и не объявлялась. 15 июля греческие националисты свергли президента независимого Кипра архиепископа Макариаса и объявили о воссоединении острова с Грецией. В ответ Турция решила поддержать представителей своей диаспоры. Через пять дней на Кипр вторгся 40-тысячный десант турецкой армии. Ему противостояла 12-тысячная кипрская армия и две тысячи военнослужащих, переброшенных из Греции. В ходе боев турки потеряли 3,5 тысячи человек убитыми, а греки, вместе с гражданским населением, 4,5 тысячи. Еще около 2 тысяч пропали без вести. На границе между греческой и турецкой частями острова были размещены войска ООН, которые находятся там до сих пор. Конфликт был заморожен. Греция посчитала это решение уступкой турецкой стороне. И в знак протеста вышла из Альянса на 6 лет. Турция крайне важна была для блока НАТО. Это была большая выгода, что ее смогли в 50-е годы подключить к блоку, потому что здесь непосредственная граница с Советским Союзом. Закавказье с учетом огромного влияния Британии в данном регионе. То есть, если мы помним, допустим, в 19 веке существовала такая большая игра, когда Российская империя с Британской империей сошлись вот как раз-таки по границе Закавказья и Средней Азии. И Турция – это была самая ближайшая страна к этому региону. НАТО переживало свои кризисы. Тем не менее, постепенно, к 80-м годам, фактически вся Западная Европа, за исключением Франции, как мы понимаем, и Греции – это уже такая айкумина НАТО. Что касается соотношения сил между НАТО и странами ОВД, согласно докладу ЦРУ 1976 года, они были практически равными. ОВД имел примерно вдвое больше дивизий, чем НАТО. Но НАТОвские были крупнее. Танков у ОВД было вдвое больше. Но НАТО имел больше противотанковых установок. Обе стороны имели примерно одинаковое количество ракет класса «Земля-воздух» и так далее. В конце 70-х годов прошлого века началась новая фаза противостояния двух систем. В 1979 году западные спецслужбы спровоцировали беспорядки в Афганистане. Стартовала операция «Циклон» по подготовке маджахедов. В ответ Советский Союз вынужден был реагировать, ввести войска в Афганистан, принять решение по нашей ракетной программе, то есть разместить мобильные установки АК на территории ГДР Чехословакии. То есть это уже новый виток начался гонки вооружений. Было принято решение о размещении ракет меньше средней дальности в Европе, которые, соответственно, вот опять же существенно меньшим подлётным временем обладали. Тогда Запад решил использовать политику разрядки между СССР и США, чтобы фактически обмануть ОВД. «Перегнали по количеству стратегических ракет сразу договор о сокращении стратегических вооружений, мы его подписываем». Но никакие договоры о сокращении вооружений не решали главного вопроса непримиримости двух систем. Проблема-то была в том, что это был не политический, а идеологический конфликт. Столкновение двух непримиримых идеологий. Идеология марксизма-ленинизма и идеология либерального капитализма. И здесь в идеологической сфере компромиссов нет и быть не может. Может быть только лишь борьба до полной, говорится, победы. К 1984 году в Европе снова случился кризис, аналогичный берлинскому и карибскому. Дело шло к тому, что вот-вот может начаться Третья мировая война. 11 августа 1984 года президент США Рейган готовился к традиционному субботнему радиообращению к нации. Оно должно было касаться прав учащихся государственных средних школ. Но, проверяя микрофон, Рейган неожиданно пошутил. Мои соотечественники-американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России в незаконно на вечные времена. Бомбардировка начнется через 5 минут. Шутка Рейгана случайно прошла в прямой эфир. Международная обстановка достигла пика напряженности. Расходы на оборону США в 1981-1985 годах выросли на 40%. В том же году Рейган специально приехал на годовщину высадки союзных войск в Нормандии, чтобы напомнить о главной цели существования блока НАТО. Там на мысе Пуан-Дихок произнес речь, специально нацеленную, там, подобранную по времени под утреннее время в Соединенных Штатах, где сказал, что вот именно 6 июня ковался блок НАТО против Советского Союза, который оккупировал Восточную Европу, а мы вот здесь вот своим оружием пришли ее освобождать. Апокалипсис предотвратили немцы. Западные разведчики, которые работали на Восточный сектор, и агенты Главного управления разведки ГДР под руководством Маркуса Вольфа. Когда мы уже были близки к тому, что казалось, что вот-вот идет дело, что НАТО готово нанести удар, он нам передавал данные о том, что это только имитация. То, что не начался обмен этими ядерными ударами, вот конкретно внешняя разведка сыграла очень большую роль, и вот в частности вот Райна Руб, затем вот Габриэла Гаст, она занимала пост начальника в БНД западно-германской разведки. Габри Гаст позже написала книгу «Разведчики мира», где объяснила свою позицию. В случае ядерной войны пострадали бы все, и для мыслящих людей не было ничего важнее сохранения мира. Но в конечном счете именно стремление к миру привело социалистический лагерь к поражению. В 1985 году к власти в СССР пришел Михаил Горбачев и взял курс на нормализацию отношений с США и НАТО. Вскоре Советский Союз добровольно отказался от своего влияния в Восточной Европе. Было такое предложение со стороны Горбачева о обоюдном распуске Варшавского договора и НАТО. Но без сна, конечно, это было принято как публичная риторика, не более того. Было до того обещание о нерасширении НАТО. События развивались стремительно. Практически во всех европейских странах соцблока произошли бархатные революции. Коммунистические правительства пали. Начался вывод советских войск из Европы. 1 июля 1991 года была распущена организация Варшавского договора. И путь на Восток для НАТО был открыт. Выдвигались различные предложения. Предложения о том, чтобы ФРГ после объединения была нейтральным государством. Даже было такое предложение, чтобы она одновременно вступила и в НАТО, и в Варшавский договор. Все эти предложения оказывались очень быстро, как говорят, нерелевантными. Потому что события происходили очень быстро. И потому что была ясно выраженная воля руководителей и парламентов, как ФРГ, так и ГДР. Там и там было желание закрепить уже объединенную Германию в НАТО. В декабре 1991 года прекратил свое существование и Советский Союз. Казалось бы, необходимость в НАТО исчезла. НАТО признало, что после исчезновения СССР цель прежняя – сдерживать СССР, не имеет никакого смысла. Но перед НАТО стала другая задача совсем. Это новая история абсолютно. Она не предусматривалась теми соглашениями, которые были достигнуты между Москвой и Вашингтоном. После распада СССР за счет европейских стран США решили главную цель, ради которой они вступили в НАТО – мировой гегемонии. В 2002 году произошло крупнейшее расширение блока за всю его историю. В состав альянса вошли Словения, Словакия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Болгария. И дальше НАТО расширялось. Сейчас уже в членах НАТО и Хорватия, и Албания, и Северная Македония, бывшая Ярославская республика Македония. Пятая статья Североатлантического договора о коллективной защите вплоть до распада СССР не применялась ни разу, сколько бы раз участники НАТО не выставляли Советский Союз агрессором. А после именно она подавалась как повод для агрессивных действий США под эгидой блока. Когда эта пятая статья принималась, ни у кого не было сомнений в том, что, конечно же, эта пятая статья описывает именно советское нападение на Западную Европу, а Америка в соответствии с этой пятой статьей приходит к этой Западной Европе на помощь. Другого варианта просто не было. Эта пятая статья была применена 11 сентября 2001 года. Вот такой вот интересный исторический парадокс. НАТО стало играть такую уже паневропейскую роль с претензией на глобальность, потому что такие операции НАТО, как в Афганистане, и операции НАТО в Ливии, например, выходят за пределы ответственности блока. Блок НАТО не участвовал в военных авантюрах США, пока существовала такая страна, как СССР. Это потом, после ее ухода с мировой арены, Североатлантический Альянс начнет пробовать силы во всех частях света с молчаливого согласия европейских стран-участниц. А как под эгидой Советского Союза создавались военные и экономические блоки ОВД и СФ? Каким был их вклад в сохранение мира во время Холодной войны? Что стало их высшим достижением? Смотрите в следующей серии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok